Наш гость Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Вот сейчас самые ожесточенные бои идут за Марьинку, и враг не оставляет планов окружить Авдеевку. Скажите, какая сейчас обстановка вокруг города? Скажем так, ситуация очень напруженная. Действительно, последние несколько дней активизация как и штурмовых действий, так и количества обстрелов как по городу, так и по позициям около города. Ночь в целом такая была очень... да и сутки последние, наверное. Очень горячие были. Четыре авиаракетных удара только ночью по городу было осуществлено. Несколько массированных обстрелов по центральной части города, по старой части города, систем РСЗО «ГРАД», ствольная артиллерия, танковые обстрелы. Ну и с утра как бы-то все это продолжается. К нашему счастью, нет у нас информации по постраждавшим. То есть, скорее всего, так оно и есть, слава Богу. Но в целом, если говорить какими-то абсолютными цифрами, то каждые сутки порядка 30 обстрелов по городу, 250-300 обстрелов по позициям около города. Авиаракетных ударов, ну вот опять становится чуть больше, чем было буквально неделю-две назад. Пять, шесть, восемь уже фиксируем сутки авиаракетных ударов. Ну и в целом, как бы-то ситуация такая очень напряженная. Ну и видно, что враг потихоньку активизируется и наращивает темп. Скажите, а вот была такая информация, что российские оккупанты перебрасывают в район Авдеевки танковую бригаду, которую они готовят использовать для наступления на позиции ВСУ. Об этом заявили в пресс-центре сил обороны Таврийского направления. Скажите, где-то уже эту технику враг использовал? Да, действительно есть такая информация. Это и подтверждается и данными разведки. Пока они еще ее не применяют. Ну, скорее всего, готовятся к какому-то, ну, не знаю, то ли удару, то ли контрнаступлению. Но пока этой техники еще не было замечено на позиции. Еще одна информация была, ну это на вчерашний день, да, что в Авдеевке до сих пор остается один ребенок. Ну, родители, как всегда, да, просто отказываются вывозить его из города, прячут от полиции. Скажите, могут быть еще в городе дети? К сожалению, да, еще один ребенок официально остается у нас в городе. Насколько, знаете, вот, хотелось бы, чтобы не осталось ни одного ребенка в городе, всех вывезли, но иногда, ну вот, как на выходных был случай, нашли мы еще одного ребенка, 11-летнего, который по всей информации, мы практически год находился на территории Российской Федерации, со слов соседей. На самом деле, был все это время в Авдеевке, прятали его родители, искали того одного оставшегося официально подростка, нашли еще одного. Ну, к сожалению, скорее всего, возможно, есть еще дети, к сожалению. Но ищем постоянно, полиция работает над этим, волонтеры, местные жители есть, которые все-таки, знаете, говорят, разумно подходят к таким вещам и подсказывают, где могут дети прятаться. Ну, видите, да, родители не просто прячут детей, но еще и обманывают полицию, когда приезжают, говорят, что вывезли куда-то там ребенка, да. Скажите, вот в одном из последних интервью вы сказали, что город живет, а вот люди в нем выживают. Хотели узнать, какая сегодня гуманитарная ситуация в Авдеевке? Гуманитарная ситуация практически без изменений. Гуманитарная помощь в виде продуктов питания есть. Гигиена есть, медикаменты тоже есть. Несмотря на очень сложную и опасную логистику к городу, все-таки завозим. Вода качается, коммунальщики чуть собрались, как говорят, с духом и приступили опять к расчистке дорог по городу. Мобильную связь тоже стараемся поддерживать. Ну, то есть город в штатном режиме, два врача, четыре медсестры на месте. Стараемся поддерживать ситуацию в более или менее контролированном каком-то там русле. Ну вот из Авдеевки волонтеры вместе с военными спасают лошадей. И оккупанты там уничтожили и конюшни, и овчарню. Ну, почти все хозяйственные постройки, местные фермы. Но вот в живых осталось 12 лошадей. Конечно, там многие ранены, хромают. И вот эту операцию назвали спасти рядового коня. Скажите, многих ли удалось вывезти животных? Ну, пока еще есть на месте, еще не всех вывезли. Там ситуация, скажем так, усложнена тем, что эти все животные, даже не только полномасштабную войну, а и все время до того, не было за ними должного ухода, не было осмотра ветеринарами. То есть, собственник этих лошадей, ну, скажем так, безответственно к этому относился. Когда началась полномасштабная война, он вообще выехал, практически оставив животных на произвол. Присматривал за ними местный житель, овчар так называемый. Ну, опять же, ситуация, проблема в том, что на этих животных нет документов. Как только речь зашла, скажем так, в более публичной плоскости, сразу собственник объявился и там какие-то деньги пытался с волонтеров просить, угрожая, что если они ему не заплатят эти деньги, он пустит их на мясо. Ну, то есть, такие глупости. Люди, знаете, несмотря на то, что война, несмотря на то, что действительно эти лошади там практически, знаете, как, ну, я извиняюсь, как бродячие собаки, там сами по себе выживали, на этой ситуации пытаются даже заработать. Да, по сути же, он бросил их на голодную смерть, да, и теперь еще какие-то деньги требуют. Это, конечно, просто. Спасибо вам огромное, спасибо за последнюю информацию, за ваши комментарии. Всегда ждем в наших эфирах. Я напомню зрителям, Виталий Барабаш, начальник Авдеевской городской военной администрации, был с нами на связи.